В Ульяновской областной детской инфекционной больнице шесть действующих аппаратов искусственной вентиляции легких. Шестой по счету завезли накануне. Это оборудование – подарок известного художника Никаса Сафронова. Есть малая родина моя и есть родина, которую я никогда не забывал. Я отсюда родился, я здесь вырос, провел свое детство. Люди чтят, помнят, называют, благодарят. Значит, я как никто должен отвечать тем социальным, каким-то человеческим формам, призывам. Я делаю это от всей души. С просьбой приобрести аппарат ВЛ к известному уроженцу Ульяновской области обратились представители регионального благотворительного фонда. Когда мы обратились к Никасу, он сразу спросил, чем он может помочь, потому что он очень любит город Ульяновск, потому что родился здесь. И мы сказали, что нам, конечно же, не хватает аппаратов ВЛ. И в первую очередь, конечно же, хотелось бы нам подумать о наших самых-самых маленьких ульяновцах, это о детях. Сам Сафронов признается, достать оборудование за 2 миллиона рублей было не так-то просто. И дело даже не в цене, а в их дефиците. Помогли лично наработанные связи. Это лучший аппарат, это правда. Есть аппараты, которые даже взрываются. Мы выбрали Тритон, это лучшая. Небольшая компания делает в Екатеринбурге через губернатора, через министров. Новый аппарат ВЛ, как отмечают специалисты, лучше французского предшественника. Проще интерфейс и электроника. Оборудование включает порядка 12 режимов наборов вентиляции. Большая часть из них новые. Это позволяет более тонко отстроить работу с пациентом. Интереснее и сам дизайн. Аппарат это не транспортный аппарат, но в пределах отделения, то есть он очень мобилен, значит, на колесах транспортируется, легко перевозится, соответственно, фиксируется. Никас решил познакомиться с персоналом больницы лично, поэтому прилетел в здравницу прямиком из Москвы. Сразу отметил, что тест на коронавирус сдал на днях. Результат отрицательный. Художник рассказывает, что люди в белых халатах неоднократно становились героями его произведений. Их труд, по его мнению, не оценим. Картина дня сегодняшнего тому подтверждение. Врачи, приятно, что они труженики, они патриоты, они единственный народ, который работает круглые сутки и рискует своей жизнью за небольшую зарплату. Конечно, нам, людям гражданским, особенно тем, кто состоялся, просто необходимость большая помогать всеми возможными средствами. Помимо техники, художник решил поблагодарить врачей за их труд еще одним приятным сюрпризом. С собой он привез тканевые маски с изображением собственных работ. Щедрость Сафронова этим не ограничится. В августе художник постарается передать региону еще несколько аппаратов ИВЛ. Рината Леулова, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok